Философия, обзоры, санитика, критика и обучающие ролики. Света на шоку, все не знаете, что я делаю. Масли от Эдгара. Про российскую субботу. Бейте, что вы знаете, на моем канале все так, как это реально есть. Без всякого фальша. Всем привет, с вами Эдгар и мой видеоблог «Масли от Эдгара». Сегодня я отвечу на несколько вопросов моих подписчиков. Первый вопросик, который меня зацепил, слова в тексте зацепили. Это вопрос от Виталия Дипсон-13. Короче, суть вопроса в том, что я снимаю на разные политические темы, на общественные темы видео. Говорю про политику, что-то мне в этой жизни не нравится. Короче, критикую. И вот чувак пишет. Типа все эти проблемы по всему миру, что в России, что и в других странах. И в конце, короче, пишет такое-таки, такое слово, короче, текст. Эдгар, ты вроде не так плохо живешь, чтобы снимать такие видео. Я как это прочитал, блин, вот для меня это такое убийственное мышление. Люди, вот проблема людей именно заключается именно в этом. Как только человек выкарабкался из какой-то задницы, вот он живет лучше, чем он как-то жил, вот он поставил себе планку, вот у него такая жизнь была, а планка такая. Вот он что-то там в жизни делал, добрался до этой планки, и считает, что он живет теперь хорошо. Начал жить, короче, лучше. И вот как только он живет лучше по его, короче, теме. Забил он на всех. Ему все, плевать, короче, ему хорошо. А что там другие люди делают, вообще, неважно. Вот такое мышление работает у большинства людей нашей планеты. У существ под названием человеки. Людишки, короче. Вот у людишек, как только кусок мяса появляется, и он набил себе пузо, все он только думает за свою жопу. За все остальное он переживать не будет. Редко какие люди, которые, даже набив свое пузо, удовлетворив себя всякими там желаниями, да, продолжают переживать за общество и за других людей. Я вот думаю, человек, тем человек, когда он сыт и доволен, но он переживает за того, кто не сыт и не доволен еще. Вот это человек. А все остальные, кто не переживает за других людей, это просто скотина. Это не люди. Я не знаю, думаю, блин, достаточно прокомментировал вот эту тему. Так что не пишите мне такие больше комментарии. И чувак этот не один такое пишет. Многие так вот комментируют. Это просто, вот знаете, вот я вот замечаю вот эти комменты. Типа ты живешь, у тебя есть тачка, хата, семья, вам вроде все ништяк. Нахрена тебе эта политика? Лезешь куда-то там. Зачем тебе это надо, Эдгар? Зачем? Ты же хорошо живешь. Чуваки, откуда вы знаете, что есть хорошо? Для тебя хорошо одна движуха, блин. Для меня хорошо совсем другое. Для меня, например, хорошо это не то, что у меня есть машина какая-нибудь иномарка. Для меня хорошо является, это когда я выйду на улицу у себя вот здесь во двор, посажу дерево или газончик постелюсь за свое бабло, покрашу скамеечку сам, не поленюсь. Мне не в ламы, я выделю бабло и скамейку, и лифт покрашу, да. Все вот это сделаю. Но для меня хорошо это тогда, если я это сделаю, и это никто не испортит, не испоганит, не насрет на эту скамейку. У меня лифт, блин, ломают каждый день внутри. Рекламные щитки вот такие вешают в лифтах, я думаю, у многих это есть. Не знаю, как в других городах, в Уфе это такая рекламная система есть. Захожешь в лифт, и по бокам на лифте, короче, с железками отбито стекло, пластик там, и снизу реклама. Так вот, у нас тут бабка одна есть, которая живет на первом этаже, но ей не нравится реклама в лифте. Сама в лифте этом не ездит, блин. Но она ломает, короче, железо, вытаскивает бумагу, а железки торчат. Понимаете, дети заходят, а железки стукаются. Я так несколько раз эти железки откручивал. Покрасишь там лифт. Я купил баллончик, закрасил там, потому что засрали все. А не сверху этого засрали. Обосрывать все подъезды, все-все-все, короче. Что тут перечислять? Короче, для меня хорошо это, это когда люди любят чистоту и ценят то, что делает другой человек. Если я что-то сделал на улице, навел красоту в своем подъезде, там, в вашем подъезде приду, помогу вам там стены покрасить. Мне не вломы, блин, но если никто это не будет портить. Вот это для меня хорошо. А те, кто такие комменты пишут, они парятся за свою задницу. Для них хорошо, вот, у него не было тачки, он купил тачку, теперь он с этой тачки может плевать на тех, у кого, там, я не знаю, у него там Лексус. Сам ездил когда-то на Жигули. Теперь он на Лексусе, он может открыть окно и плюнуть в Жигули, рядышком, которая едет. Он же, блин, он же все, кто он такой вообще? Я на Лексусе уже езжу, блин. Вот так вы думаете? Это беспонтовое мышление. И пока ты катишь на своем Лексусе, плевать ты хотел на все, у тебя Лексус, все ништяк, вечером девочки, тусовочка, там, я не знаю, все, что ты хотел, блин. Зачем думать там о обществе, о бабушках, о природе, почему скамейку засрали? Да плевать, да? Плевать, что там с этой скамейкой? Да кому она сдалась, эта скамейка? У меня Лексус! Я никогда не сижу на этой скамейке, да? Я же на Лексусе, я выхожу, блин, из хаты, захожу в свой Лексус, еду, прихожу в хату, блин. Нахер мне эта скамейка, да? У вас же такое мышление. У меня не такое. Какая бы у меня тачка не была, я больше буду переживать, почему у меня эти скамейки ломаются постоянно? Почему я не могу с ребенком выйти и сесть на нормально скрашенную скамейку? Почему она всегда сломанная? Новые поставят скамейки? Нет, ее раздолбают, блин. Ладно бы там что-то нарисовали, так она напополам, блин. И не один раз, каждый раз, блин. Все почтовые ящики в подъездах раздолбашат, все свалят, подожгут, эта бумага валяется. Вообще, такой херней страдает. Вот за что я переживаю. А не за то, что у меня есть там тачка или нету тачки. Хорошо для меня это. Я критикую именно это. Я критикую беспонтовые отношения людей, это даже не люди, скотины к тому, что нас окружает. Вот что я критикую. Так что не пишите мне такой вот комментарий, блин. Ты вроде не так плохо живешь. Плохо я живу, плохо. Но плохо еще раз вам скажу, не из-за тачки и хаты. Я хреново живу, потому что загажено, блин, наше общество, наша природа. Хреново жить в такой природе. Мне неприятно в ней ходить, блин. Совсем неприятно, что нету ни деревьев, блин. Все повырубали, блин. На улице пылюга стоит, тачки едут. Такое пылище, блин. Неприятно мне беспонтово так жить. Хреново мне так жить. Да? И кто-то это расценивает, как жаловаться. Блин, какого хера? Жаловаться, это совсем другое понятие. Это не жаловаться. Это недовольство того, что может быть лучше. Может же быть у нас скамейка крашена. Можно же ее не обсирать. Можно же, да, ее один раз покрасить, и она лет пять будет крашеная стоять. Можно за газончиком следить, да. Можно же и деревья посадить, блин. Можно их вообще не садить, но не трогать те, которые есть. Можно не делать скамейки, блин. Ну не трогайте эти крашеные скамейки. Не трогайте. Вот что мне не нравится, и вот что я критикую. Вот это ответ на твой вопрос. Почему это я такие видео снимаю? Всем пока. Смотрим мои видео. Подписываемся на мой гребаный канал. Пальцы вверх. Кстати, вот у меня HTC идет. Тут вот ни туда, ни сюда по тяжести. А у айфона тяжесть нормальная. Блин, вот так вот взял, да, и вот въехать можно кому-нибудь нормально, так от души. Всем привет! С вами Эдгар, и мой видеоблог мысли от Эдгара. В этом видео я хочу поделиться с вами субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok